В Твери среди зимы затопило фекальными водами двор многоэтажек Московского района Твери. Зловонное озеро разлилось по придомовой территории, парковке и уверенно приближается к зданию школьной столовой, что расположено по соседству. Ночные заморские превращают канализационный водоем в дурно пахнущий каток, по которому вынуждены ходить и парковать свои автомобили жители дома номер 46 по улице Фадеева. Масштабы бедствия оценила Валерия Королева. Началось это в прямом смысле грязной истории около двух недель назад. В середине января жильцы многоэтажки обнаружили в своем дворе вместо сугробов огромную лужу, занявшую львиную долю автомобильной парковки. Сопровождал наводнение неприятный запах сточных вод. Через пару дней непрошенным гостем он просочился в квартиры и в салон автомобилей. А между тем с этим двором соседствует школа. Дома на улице Фадеева плотно окутал навязчивый запах фекалий. И канализационные воды потихоньку подбираются к столовой общеобразовательной школы. Жители дома уверены, вскоре вода плотно обоснуется в школьном дворе и долгое время будет портить воздух на территории школы, если срочно не предпринимать меры по устранению этого коммунального коллапса. Люди ходят, запахи неприятные. Дело в том, чтобы кто-то занимался. Серьезно. Приехали, уехали. На второй день приехали, уехали. И все. А вода как стояла, так вот вчера вот до сюда была. Вот до сюда. Эти кто-то, о которых говорит жительница дома номер 46, никто иной, как Тверьводоканал и МУПЖЕК. Именно к ним за помощью обращался председатель ТСЖ. После звонка работа закипела. Но, говорят жильцы, результатов они не увидели. Водоканал приехал, сказал, что эти колодцы МУПЖЕКа. Значит, МУПЖЕК написал тоже обращение. Приезжали, ходили тут по колодцам. МУПЖЕК высказывает претензии водоканалу, что в колодцы ливневой канализации поступают канализации из домов ближайших. Наши колодцы канализационные чистые. Вода по-прежнему продолжает и набеги на этот двор. На сегодняшний день коммунальщики выясняют расположение люков. Но жильцы многоэтажки считают, что в поиске проблем быть не может. Причину они, я так понял, до сих пор не определили. Хотя эта причина определяется элементарно. Подъехать в Гассино, если у них нет проектно-смертной документации и нашего дома. Представитель МУПЖЕК, который приехал на встречу с жильцами, резюмировал ситуацию. Работы идут, говорит сотрудник организации. Но сложности мешают ускориться, пока ограничились временными мерами. С теплотрассы вода, которая протекает по лоткам, нагревается, попадает в лимоневую канализацию, далее идет в коллектор. На данный момент там сейчас находится хозботовая канализационная вода. Мы произвели тампонировку трубы, чтобы эта вода не попадала в хлебный ручей, который далее попадает в Волгу. Предположительно, коммунальная авария произошла по причине либо износа троп, либо повреждения, откуда и случилась утечка. И вероятнее всего, эти канализационные воды из соседних домов. Мы пытались откачивать эту систему. На данный момент происходит обследование в месте, где может быть утечка канализационных вод в ливневые. Сроки окончания работ коммунальщики тоже не называют. Все будет зависеть от результата обследования и причины аварии и доступа к ней. Как только выяснится вся информация, проблема будет устранена.